На сегодняшний день все мы и все наши действия направлены на то, чтобы поддержать нашего сельхозтоваропроизводителя. Действительно, в этом году нам есть о чем гордиться, о чем говорить. Мы уже неоднократно говорили о том, что на сегодняшний день Харьковская область является лидером в производстве сельхозпродукции, но на этом остановиться никак нельзя. Нам необходимо, чтобы сельское хозяйство, которое является ключевой отраслью экономики, пришло на новый этап своего развития. Для этого, безусловно, мы должны, подчеркиваю, должны производить хорошую качественную продукцию с хорошими валовыми цифрами и, безусловно, оставлять ее не только на внутреннем рынке, но и экспортировать. Для этого необходимо провести несколько мероприятий. В первую очередь, которые направлены на обучение сегодняшнего фермерского хозяйства Украины, в том числе Харьковской области. Второе мероприятие необходимо направлять для привлечения инвестиций, потому что мы просто понимаем о том, что кредитные ресурсы, которые на сегодняшний день может предложить Украина своим аграриям, не очень выгодны. Безусловно, это выход на экспортные варианты, все увеличения экспортной части хозяйственной продукции наших аграриев и так далее, и так далее, и так далее. Для этого, в том числе и переоснащение аграриев. Для этого необходимо провести мероприятие, к которому мы подходим, и 15-18 числа действительно совместно с наш ДСС мы проводим предприятие, которое называется Агропорт-2015. Такие мероприятия должны помочь развитию сельскому хозяйству Харьковской области. Во время Агропорта будут, собственно говоря, три дня работы. Первый день это будет присвячено исключительно Дню агробизнеса, где наша задача будет ознакомить наших фермеров, средних, мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей, ну даже в том числе и крупных, с теми новинками, которые на сегодняшний день есть. Познакомить с международным опытом, безусловно, для того, чтобы научить их проведение своего бизнеса сельскохозяйственного. В этом году нас поддержала такая организация, как Global Ukraine. Параллельно будет проходить еще такое мероприятие, как Агромаркет, и у нас будут включения из восьми стран, это Арабские Эмираты, Китай, США, Грузия, Египет, где наши украинского происхождения, топ-менеджеры будут рассказывать о нюансах взаимоотношений именно в аграрной сфере, как выйти на эти рынки, что там необходимо и что очень важно. И во второй день, после мероприятия, которое касается Всемирного года почв, который мы проводим под эгидой ООН, и будут представители глобального почвенного партнерства, также будут проходить мероприятия по качеству, будут вручаться сертификаты качества нашим харьковским фермерам, будет проходить мероприятие, которое будет касаться использования новейших технологий для фермерства, мероприятия по агрокредитованию, в которых будет принимать участие Мировой банк, и будут принимать участие 56 кредитных союзов Украины, которые давно уже работают с фермерами, их работа достаточно эффективная. Ну и, естественно, по органике мероприятия. И второй день завершит у нас очень яркий показ фермерских хозяйств. Второй год мы проводим это мероприятие, и мне очень приятно, что второй год меня поддерживают те же партнеры, что и в этом году, только их больше. Это наш генеральный спонсор Харьковский тракторный завод, инвестиционная компания DCH. В этом году мы получили патронат нашего губернатора, и в этом году нас поддерживает министерство АПК. Мероприятие комплексное, это значит, что под таким зонтичным брендом, который мы говорим, Агропорт, проходит 22 мероприятия за три дня. По странам-участникам, в прошлом году Агропорт проходил 6 стран, принимало участие, в этом году уже подтверждено 12, еще ждем подтверждения 5 стран. По мероприятиям, в прошлом году 7 мероприятий внутри Агропорта, в этом году 23. Аккредитация СМИ. На сегодняшний день аккредитовано 60 средств массовой информации, в прошлом году 30. По медиапартнерам 20 в прошлом году, 40 в этом году. Количество спикеров увеличилось с 59 специалистов до 130. За три дня 130 спикеров у нас. По партнерам в прошлом году 40, в этом году 80. И площадь, которую занимал Агропорт, в прошлом году мы занимали 3000 квадратных метров, в этом году мы занимаем 7 и 110 гектаров. Это демонстрационные поля для показа техники и агрошоу. Фермерское хозяйство Александра Котречко Виноградарство – тема для Харьковской области новая, но перспективная. Фермер Александр Котречко изначально занимался кролиководством. А когда кролики занимают не так много времени, можно попробовать заняться и другими видами фермерских хозяйств. Также в хозяйстве практикуется овощеводство с использованием технологии высоких грядок. Грядочку, и в ней ради спортивного интереса две карташинки, две помидорчика, два гурска. Ну, короче, все культуры, которые у меня растут, я выложил здесь, сделал такую грядку. И итог, ого-го, у меня голова такая, я сразу от радости сделал быстренько себе вот этот кусочек, вот этот грядочек. Потом будут дальше еще расстраиваться, у меня есть сыропостроенный. Так в селе Терновая стало на одного виноградаря больше, а небольшая плантация насчитывает уже более 25 сортов столового винограда. Главный фермерский портал совместно с Просто Продакшн специально к агропорту 2015.